Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с вами продолжаем играть в Кингдом. Давайте посмотрим, кто кого. В общем, это брат-близнец, как я знаю, он вот этот вот дядька рассказал, рассказал про Рыжего, и, как вы видите, ему это не понравилось, совсем ни капли. Все нормально, мужики? Да, все идеально просто. В общем, это не важно, ребят, нам сейчас надо найти Рыжего. Отлично, он где-то там. Погнали, расследование у нас. Блин, игрушка, вообще, капец, как мне нравится, потому что... Что, он с ним хочет поговорить, что ли? В общем, погнали вон туда. Оказывается, здесь реально был домик, то есть, можно было его найти, но... Так, давайте немножечко прибавим темп. То есть, я, по идее, кстати, в правильном направлении шел, да? Да, я же сюда-то как раз и шел, ребята. Ну, почти. Тут надо было свернуть на незаметную тропку, как он говорил. Я, естественно, ее не заметил. Вот, где-то она тут. Всем, кстати, приятного просмотра и аппетита. Не знаю, правда, сколько, сколько еще тут играть нам. В общем, ты узнал где лагерь. Вот оно что. Так, Рыжий где-то у нас тут. Пойдем его проверять. Вот и Рыжий. Господи, ты заставил меня побегать. Что? Так меня нужно. Я хочу задать несколько вопросов. Почему ты сбежал, где твои дружки? И почему ты убил того разбойника? Что? Давай по очереди. Так. Почему ты сбежал? Ну, сбежал-то понятно, где твои дружки. Не знаю. Ай, ну давай, почему ты убил того разбойника. Какого разбойника? Я никогда никого не убивал. Это ведь твой, да? Я вытащил его из брюка мертвого разбойника. Это мой, но я не убивал его. Тот парень-то брал его у меня. Какой парень? Я не знаю его имя, он... Но он из-за Ужицы и хромает. Что ты можешь рассказать о нем? Откуда ты его знаешь? Я видел его несколько раз в Корчме в Ужице. Он пил и играл в кости. И... Я знаю, что он живет в доме на окраине деревни. Но это все, что я о нем знал. Блин, как он? Так, ну все, и... Я узнал все, что хотел, и теперь ухожу. Постой, как же я? Ты мне не поможешь? Может, и помогу, что ты хочешь? Я хотел вернуться обратно на конный завод, но эти габароварезы, которые хотят меня убить, все еще здесь. Ты поможешь мне? С ним покончено. Тебе больше нечего бояться? Правда, Богом не стоит тебе, Блок. Блок, но есть еще одна вещь. Что такое? Я боюсь возвращаться на конный завод. Я убежал, и они, Бог знает, что обо всем подумали. Я даже не знаю, захотят ли они разговаривать со мной. Блин, ну и что, мне возвращаться придется? Если тебе это важно, я могу сходить и спросить их. Правда? Они наверняка отнесутся к тебе с уважением. Ты же позаботился об этих габароварезах. Ну... Не будем так громко говорить. Не особо я на самом деле заботился об этих габароварезах, если честно. А если быть точным, то ни хрена я о них не заботился. Путник. И что? Простите, и... Путник. Где он? Может, это ты путник? Или ты? Я не понимаю. Или вон путник? Мы что, на каждом зайце будем вот так вот останавливаться? В чем заключается? Ты не можешь... Да в смысле я не могу переход отсюда? Вы что, офигели? Фу. Я уж испугался, ребята. Так, нападение. Убежать. Да, мы спокойно, кстати, убежали. Может, там разбойники как раз и были эти? Так. Все, мы с вами наконец-то добрались. Ой-ой-ой, прогрузка, конечно, топовая. Простите, ребята, прогрузка топовая, да. У этой игры прогрузка топовая. Ну, потому что питью карты, питью карты. Простите. Так, нам туда. То есть, в принципе, тут графон, как бы, знаете, так не особо играет роли. Вот именно важно, какие тут квесты вот эти вот. Они мне капец нравятся. Это вот самое важное, мне кажется. Что мне не нравится. Так, давайте поговорим, короче, с этими. Блин, у меня же факел есть, по идее. Точно. Это же такая атмосферка, когда... Здрасте. О! Пан стоит как... Я не знаю, пан стоит просто как... Кстати, а что он тут забыл? Его же... Его же тут не было. Так. Так, с этим надо пообщаться мне. Ну, а что он стоит? Так, так, посмотрите, кто почел нас в своем присутствии. Я искал этого мальчика и... И ты не заботился, некому об этом сказать. Мне пришлось идти по следу, пока он не остыл. А что, если бы какой-нибудь разбойник продырел тебя и оставил бы подыхать? Мы бы тебе никогда не нашли тебя, потому что ты никому никогда не сказал, куда идешь. И как бы я это объяснил пану Рацебу? Я ничего не знаю, пану, но он исчез, не сказав никому ни слова. Мне и в голову не приходилось, но он хотел покончить с собой. Я... Я... Молчать! Держи свой невежественный рот на замке, когда ветеран делится с тобой своим опытом. Ты будешь делать то, что я говорю, отвечать тогда, когда я спрошу. Я был бы рад ответить тебе в замок и сбыть с рук, но дело в том, что ты простой крестьянин, который ничего не знает о воинской службе, и моя служба... Задача... Справить тебе мозги. Так что я еще с тобой не закончил. Пусть смеуются на тобой Господь, если ты еще раз выкинешь что-нибудь подобное. Если тебе повезет, я лишь прикажу тебе выпороть и заковать колодки. Потому что если будешь... Тебя повесит дезертирство. Надеюсь, мы с этим разобрались. Я абсолютно ясно вырвусь здесь. А теперь давай послушаем какой-нибудь доклад. Я поговорил с Рыжим и узнал, что случилось. Ну, выкладывай. Рыжий сбежал, потому что узнал одного из нападавших. Он боялся, что они вернутся, чтобы отткнуть ему рот. Он был прав. А я вам спрашиваю, кого он узнал. Он не знает, как его зовут. Какой-то хромой зужи в Ужице. Раз Ужице, так сказать, далеко зашел, можешь проспрашивать людей в Ужице. В Ужице. Полить в Ужице. В Ужице. Поградзик скажет тебе об этом. Так, ну отлично. Так, теперь этому рассказывать, этому довожи пану. Ну, давайте пока довожим. Так. Пан, я нашел след, который поможет выследить разбойника. Отлично. Бернард уже рассказал мне, что произошло. Но я хотел бы услышать все из первого в уст. Все историю или только ее суть, пан? Теперь решать, что ты зачтешь важным. В конце концов, мне удалось выследить конюха, который сбежал, опасаясь за всю свою жизнь. И у него были на это причины. Он навел меня на след хромого разбойника. Как его зовут? Мальчик не знал его имени, только видел его несколько раз. Но я уверен, что местные должны знать человека, который хромает и ешкается с подозрительными людьми. А что если его там нет? Он мог сбежать, например, даже в Кут на гору. Если я не найду в Ужице, я расспрошу людей. Кто-нибудь должен от него что-нибудь знает. Хорошо, тогда поезжай в Ужице. Они должны предстать перед правосудием за то, что они сделали. А потом привези его ко мне в Мрхоеды. Мрхоеды. О, окей, зачем ехать в Мрхоеды? Закончить разговор. Несправимые пути. Несправимые пути. Господи, сегодня у меня такой, видимо, день, ребята, что я буду вот так вот читать. Ну, простите. Найти так. Фу, сейчас посмотрим, ребята. Месть, месть. Это... Да, это понятно. Так, сейчас, секунду. Опа, стой, а это... Стой, я же этому хотел рассказать. Блин. Черт. Ладно, похрен на Рыжего этого тогда, если честно. Хотя, блин, надо было им сказать, типа, Рыжий ни в чем не виноват. Ну, как получилось, так получилось, в принципе, да. Или это как, погодите, побочное. Нет, ухажер, кстати, нам надо это поговорить будет. Надо это будет потом нам сделать. Так, а если загрузить, то с какого момента я там... 1559... 1552... Рыжий найден. Ладно, давайте сейчас. Ну, что делать? Надо как бы о Рыжьем все-таки позаботиться, мне кажется. Как-то... Так, нападение, убежи. О, блин, ускользнуть. Успех. Офига себе, 12% и успех. Это меня радует. Так, ну побежали, ребята. Сейчас давайте тогда сразу доложим про Рыжего. Чтобы не было... Никакой фигни. Да идеально просто. Так, и где-то сюда нам, да, вроде? Так. Я нашел Рыжего. Он умолял меня, чтобы я попросил вас разрешить ему вернуться по ней. Почему я должна принимать его обратно? Может быть, это из-за него я схоронила своего мужа. Что? А зачем ему убегать, если он не виновен в ад? Люди говорят, что не видели его в постели. У него совесть нечиста, потому что он подал сигнал этим убийцам. Это неправда. Он убежал, потому что один из нападавших узнал его, и Рыжий испугался, что он вернется и убьет его. Это лишь слова. Он бы не посмел вернуться. Но они вернулись в тот же день. Если бы он не убежал, они бы убили его и всех остальных. Зачем это делать? А почему нет? Они же убили несколько человек. Почему не убить еще парочку? Матери должна принять его обратно. Что, если они вернутся за ним? И заодно убьют одну из моих дочерей. С головорезами, которые охотились за ним, покончено, а я... А у других нет причин возвращаться. Как насчет мести? Я не могу принять его обратно. Я понимаю ваши опасения, но вам лишь надо попросить пана Ганнуша оставить здесь охрану. Разбойники не испугаются нескольких конюхов, но... Это можно устроить. Я уверен, что пан Бернард не будет возражать. Ну хорошо, пусть парни что-то возвращаются. Блин, скажи рыжему. Ну, я скажу, скажу. Пойдемте. Как бы я... Ох, блин, ну рыжий. Ёб твою мать. Ну что делать? Придется сюда вот топать. Так. Ну зато мы, наверное, какую-то репутацию хорошую уже получим, правильно? А фиг его знают, конечно. Да, в темный лес скакать. Что-то мне это напоминает, блин. Хорроры. У меня уже сердце начинает сжиматься, ребят. Но по самое время я только их и прохожу. Поэтому мне как-то... Не по себе. Факел, кстати, не бесконечный. Там надо будет посмотреть нам. Кто там осталось. Давай. Да ёб твою ж дивизию. О. Ну. Ну. Ёб твою ж. Ну, чего она не может запрыгнуть-то? Лес просто шикарный. Так, уже, типа, недалеко. Всё. Прибыли. Как-то быстро, да, мы с вами? Добрались до него. Если он там ещё живой, кстати. Да, он живой. Ты можешь вернуться домой. Было непросто их уговорить. Так что, пожалуйста, когда вернёшься, не влезай в неприятный. Спасибо. Я хотел тебе что-нибудь дать, но у меня ничего нет, кроме... Если ты когда-нибудь будешь проезжать мимо Нойха, подойди ко мне. Я научу тебя чему-нибудь о лошадях. Опа. Вот это уже что-то интересненькое. Давайте. Сейчас он уйдёт. Сейчас он уйдёт, и я ещё взломаю. Ну, потому что, блин, сто процентов же что-нибудь тут будет хорошее. Я прав? Если что, на рыжего. Всё, всё свалим. Типа, вот это он сделал. Х, 6 килограммов! О, блин. Офигеть, почему? Почему это так весит? Двадцать пять. Пушедина, собачья шкура. Шкура благородного оленя. Жесть, конечно. Ну, что делать? Так, ладно, всё, ребят, возвращаемся мы с вами обратно. Теперь докладываем. Надеюсь, сейчас ему... А, тут никого уже нет. То есть, серьёзно? Его даже не убили и не прирезали. Вот, смотрите, я соврал. То есть, я соврал. Я сказал, что да-да, я уже убил их и так далее. Типа, никто не придёт по вашей душу. И смотрите, вообще никакого оборота событий нету. Вот это мне не понравилось. Потому что даже в Ведьмаке... Блин, а почему я говорю даже? Потому что Ведьмак же, это же... Господи, это же просто идеал на самом деле. Просто охренительно. Там выбор... От выбора... Капец, как вроде как... Зависит можно так и так. В общем... Не очень мне это понравилось. В общем, не знаю. Так, всё, давайте быстренько мы... Так, 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 я... Папапапапапапапапа, молчать! Я знаю, кто напал. Всё. Капец. Маленького мальчишку нас отчитывают, это капец. Ну, может, когда-нибудь уже будут они... Про нас говорить, что-нибудь хорошее. Но это непонятно, когда будет. Вообще, в этой ли жизни. Тогда коротко. Что-то... Я не должен думать так. Все, кто-то будет на алерте сейчас. Но бандиты не найдут много силиза в местах. Так... 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 Ну, что... Так, умеете... Я узнал, что один из родной хромой любишь. Да, замечательно. Просто замечательно. Ладно, вот на этом мы остановились с вами. И мы... Так, теперь нам надо вон туда вот скакать. Ночью, конечно, блин, вот поскачешь, а. Давайте хоть где-нибудь... Сесть, сесть. День поспать нам надо. Хозяюшка, можно с вами? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да... Убери ты обратно меч. Е-то твою мать. Ха-ха, вук. Да все, все. Братишка. Во. Все. Так, спать. Надеюсь, ничего мне не скажут, а то еще накричат на меня. Типа, ты че делаешь, пес? Смердячий. Ни хрена его знает. Всякие такие времена же. Спит три часа, два часа. Все. На этом хватит. Ну, потому что там долго этот будет идти курсор. Все, отлично. Настроение у меня уже есть. Сейчас на рассвете, так сказать. Это знаете, куда-нибудь, если поедешь куда-нибудь там... Так, спать. Встать. Куда-нибудь пойдешь. В поход, например. Ух, как приятно, ребята, вот это вот все приключение переживать. Ну, не знаю. Мне очень приятно. Так. Нам сюда. Принять. Сытость. Ну, это мы покушаем. Путник. Но он мне нафиг не нужен. Я уже видел таких путников. Да, может, по-моему, он быстрее бы, да? Зря я так... Пошел. Убежать. Ну, так, не получилось. А-а-а. Ты серьезно? Стоп! Опять! Ты серьезно? Неизвестный снадобье. Так, это я возьму краснобай. Пиво. Серьезно? Вот это вот разбойник. Если бы все разбойники такие были бы, а, ребята. Если бы все такие были. Как же замечательно. Как же великолепно было бы. Но, к сожалению, нет. О-о-о, я помню это. Да. Так, ну все. Нам вперед. Так, давайте меч. Уберем. Уберем. Да еб твою ж. Все, гриву подожди. Это просто как-то странно. На днерку. Давайте факел, блин, просто убить. Где тут факел? Где он? Тут его нету даже просто. Ладно, на двоечку вроде по идее. Ну-ка, на двойку. Что у нас на двойку? У нас лук. Я просто не могу понять. Я на днерку у нас и меч, и факел. В общем, прикол. Так, поскакали быстрее. Не, ну дальше-то, понятное дело, будут намного интереснее. Всякие рыцари. Те же самые. Просто время, время. Так, сейчас нам надо разузнать, кто же это сделал-то. Там по-любому, знаете, как-то будет еще запутано. Вот сто процентов. Как-нибудь так получится, что... Как вы думаете, какой вот сюжет у этого расследования? Зачем? Ну, украл, украл. Ну, разве же боялся... Так, узнай, где живет хромой разбойник. На крайне. Ага, все хорошо. Так, давайте куда-нибудь сюда. Все. Спешимся. Здравствуйте. Хромой малый. Я местного ищу, но как зовут, не знаю. Знаешь тут кого-нибудь хромого? Да, живет тут такой. Сейчас бы его побрал в домике на краю деревни, у дороги в Нойхов. Так, все. Как-то... Как-то быстренько мы... Ну-ка. А, нифига себе, он что-то далеко. Она даже знает, где он там живет. Ну, как бы деревня, все знают. Ага. Так, и вот где-то тут он. Ну-ка, пойдем посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Проходи, народ, проходи. Не на что тут смотреть. Если уж это не на что, хотел бы я знать, на что бы ты глянул с охоткой. Ключи Святого Петра. Ключи Святого Петра, только этого мне не хватало. Надо послать веточку. Возможно, в этом нет необходимости. Ты кто такой? Я Эндрих из Скаллица, служу Бернарду, сотнику Ганнуша. Выясняю, кто напал на Нойхов. Сдается мне все, что это связано между собой. Шит за полосой, я не могу понять. Парень на конном заводе узнал среди разбойника человека из-за ужаса. У нас тут нет разбойников. Правда? А он, говорят, хромым был. Черт. Ну, знакомься тогда. Хромой Любаш. То, что от него осталось. Твою мать! Черт. Час от часу и легче. Я тут пока посмотрю на рот, поспрашиваю, не возражаете? Так, ну хорошо. Добро не дают, типа. Добро дано. Это, это, это великолепно, это великолепно, ребята, конечно. Так, кем был хромой, когда нашли труп? Кем был хромой Любаш? Ватрак был, где еще и мерзавец. Но неудивительно, что так кончил. Какими только отбросами не водился, постоянно то в беду попадал, то в драку, то еще куда. Так. Родные и близкие у него в деревне? Никого. Одинокий жил. Я не припомню, когда я его в компании видел. Ты знаешь, где он был в ночь, когда напали на Нойхов? Понятия не имею. Он от других особняков держался, так что я и не узнаю, что ли он дома, то ли ушел куда. Он ничего подозрителем на днях не занимался? А вот и не знаю. Он по своим временем не ходил никуда. Дома все время сидел, а в деревне. Ни с кем особо знаться не хотел. Понятно. Ничем вообще ломно. Когда вы труп нашли? Кто-нибудь что-нибудь видел? Нашли только что. Никто не видел, не слышал ничего. Даже не знаю, как его выпад разошли. Чтобы крики не слышны были. Закончить разговор. Великолепно. Ну пойдем. Ээээ, вскрыть замок очень легко. В смысле? Они... Я не могу посмотреть там, что да как? Мужики. Песец. Мое почтение. Я хотел бы обучиться чтению. Ты не похож на будущего святого отца или писаря, но почему бы и нет? Я разных обучал. Но ты должен помнить, что это будет нелегко. Тебе понадобится много времени, а также я возьму несколько грошей за труды. Хорошо, я не хочу пустую тратить время. Мы можем приступать. Хорошо, но я потребую тебе несколько грошей, и выдели мне хотя бы пару дней, чтобы я смог тебя провести через основные этапы. Ну, давайте. Я принес тебе гроши. В таком случае мы можем приступать. Нет, он нарушил свой обет, но лучше так, чем обечестить его здесь, пусть он следует зову сердца. Просыпайся, парень, мы с тобой приступаем. Так, посмотрим, как ты читаешь. Прочти книгу. Блин, нам как бы расследовать, наверное, надо задание, но... Это что, веревка? Ты должен уметь... Ой, а кто раз, подойдя к гнезду... Ёп твою мать. Я прочел книгу. Чудесно. Итак, расскажи мне, что ты узнал. Что жадные всегда потом жалеют об этом? Отлично. Ты один из моих самых талантливых учеников. Ты раскрыл реальное значение текста. Я уж тебе говорил, что книги ценные, так что и слова, которые они наполнены, не должны быть. Меняется... Означает ли это, что я умею читать? Да, что бы ты изучил. Помни, мой мальчик. Первое острое меча. Теперь перейдем ко второму уроку, который будет значительно сложнее. Многие книги написаны на латыни. Ой, блин, латынь. Наследует книга, а в ней некий текст. Прочти ее и возвращайся ко мне. Я с вами пока лишь оселись в сказку Бусыня, а ты просишь меня освоить латынь? Ты умный парень, ты справишься. Ой. Где латынь-то, еб твою мать? Я даже не знаю, где латынь у тебя там. Это она? Как-то раз в гнезду Гусыни. Блин, чувак, где латынь? Это она? Так. На ушу Эстельбери там мальсу. Ой, еб твою. Ничего не понял. Я прочел страницу. Итак, скажи мне, ученик, что там написано. Ну, люс эст. Святые небеса! Не говори мне, что ты раньше не брал уроки. Великолепно! Что ж, мне более нечему тебя научить. Прими мои поздравления, тебе можно хоть сейчас рукополож... 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 Расследуя резню. Идея с ней убийство. Можно тебя поспрашивать? Конечно, спрашивай. Любишь с кем-нибудь виделся? Может, родственники, друзья? Он одинокий был. У него даже в Карчме друзей не было. Ты знаешь, что любишь делу, кто как разграбили? Даже не знаю. Блин, чувак, ты ничего не знаешь! О, кто-то сзади меня. Разгубитый Либыш, что он был за человек? Зашибись! Просто, просто великолепно. А кто там подходил? Я надеюсь, мы недалеко приедем. Мы далеко. То есть, я должен у каждого сейчас спрашивать. Ё-моё. Так. Не знаю, что тебе помочь. Ну, короче, никто вообще... Я не знаю, он был один. Короче, всё то же самое. Прям, как знаете, по шаблону. Опа! Со священником! Поговори со священником. Во, вот на этом спасибо, тетя. Всё, отлично. Священник. Тут где-то рядом. Отлично. Мы научились с вами читать. И... Что же мне это дало, интересно? Вот давайте посмотрим. Геркулес его предпочтение. Вообще. Геркулес его предпочтение. Лев в белом соусе. Изучить. Читает. Читает. Так. Так. И сейчас до 100% мы доведём. Ну, либо чуть попозже. Сейчас посмотрим. Нормальненько так почитали. Мастер-вучий, крестьянин. Но он по-любому дома сейчас находится. Священник. Спит. Отец. Святой Отец, здравствуйте. Дабыл бы славит вас Господь, отче. Я здесь по поручению пана Ганнуша из Липпы. Так. Вот так диво, пан Ганнуш детей на службу берёт. Как тебе угодно, парень. Дело скверное. Разобраться бы с ним быстрее. Вы знаете, Любиша, что он был за человек? Заблудшая душа, просто грубый малый. Да вы чё, издеваетесь? Это всё? Вы знаете, что Любиш делал? К сожалению, знаю. Хотел бы помочь ему, но не могу. Почему? Я связан обедом, и они запрещают мне рассказывать всё тебе. Соблюсти обед и важнее, чем поймать убийц. Божие законы превыше земных, сын мой. Да, вот это уже, конечно, капец. Вот это капец. Так, должны же быть исключения. Вот чё, факинг, you do it. Наверняка есть случаи, когда можно делать исключения. Есть законы, которые действуют всегда. Это один из них. Так, я силой так. Но Любиш мёртвый, вы ему не навредите. А если не откроетесь, мне могут быть новые жертвы. Если скажу, нарушу обед святой церкви, если люди перестанут верить в тайну исповеди, хуже, чем смерть невинных христианин, хуже, чем безнаказанности убийц, безнаказанным никто не останется. Отец, Любиш был единственной зацепкой. Только он и мог сказать, кто эту резну устроил. Если я не найду злодеев, резня может повториться. Разве это вы хотите? Не хочу. Но и тайну исповеди нарушить не могу. Может, вечером в корчме все обсудим за чашечкой добрая вина? Хорошо, спасибо очень. Мог бы сразу сказать, нет, для чего это всё? Встретить священника в корчме. Так вот, вечер, прошу, погнали пить. Бай, ну отличный священник. Корчма, где корчма у нас? Ну, короче, просто идём за ним, и он приведёт нас в корчму. Что, я даже не знаю, где она. А, вон корчма, походу. Слушайте, недалеко он устроился, а? От корчмы. Пекарь. Не-не, лучше его не терять, на самом деле. Что-то там много... А, вот корчма. А, ну тут, блин, вон написано. Вот где. Крестьянин. Что-то чмоль. Всё понял, всё понял, короче. Так, можем приготовить. Поесть из котелка, естественно. Кто ж откажется на халяву покушать-то? Прости, что не могу всё тебе рассказать, но может мы что-нибудь придумаем? Сперва же я хочу расспросить, Айсен Муй. С кем имею честь говорить, откуда ты? Я из Скалица. А, прости, как родня твоя. Они умеры. Печально это слышать. Давай за них выпьем. Жуткая дева, должно быть. Ещё такое жуткое. Бессмысленная жестокость. И застали нас врасплох. Появились и начали резню. Бог знает почему. Убили всех, кто не успел укрыться в замке. Моих родителей, мою девушку. Даже немцы, который был на стороне Сигизмунда. Я до замка не добрался. Я хотел помочь родителям, но так и не смог. Тогда я бежал в Таленберг, а по пятам за мной шли половцы. Они меня чуть не убили. Они вырезали жителей соседних деревень. В ровне перед Косюрчем. Бедное моё дитя. Лечный покой даруем Господи. А как ты это поручение получил? Я думаю, пан Гануш вернодо пришлёт старого ворчуна. Как и было, но я нашёл свидетеля. А следовал сюда, в Ужице. Вот он меня и отправил. А, что же, поздравляю. Приятно видеть, как правду уведывают умом, а не пытками. Надо за это выпить. Сейчас главное, что в Нойхофе случилось здесь. Это добрые люди, много всего говорят, но страх и глаза велики. И чаще в этот раз ухи правдивы. Напали разбойники, но они не грабить пришли и не лошадей красть. Они хотели лишь убивать, покалечили лошадей и людей вырезали. Убили бы больше, но злодея эти друг к другу повздорили, и вышел у них раскол. Судя по тому, что осталось от нашего любуша, они до сих пор... Вижу, не преувеличиваю, народ, ужас. Ну что ж, выпьем за несчастных, которые пришлось бессмысленно умереть жуткой смертью. Я вам все о себе рассказал, теперь ваша очередь, отче. У нас вот совсем не такой священник. Мы с вами неплохо побеседовали, но давайте же перейдем к делу. Так насчет тайны исповедия. Вы правда хотите, чтобы снова умирали невинные? Индра, не так дела делаются, есть вещи, которых исключение недопустимо. Поступишься раз, потом вечно будет Иисус сделать это снова. Есть люди, которые перестанут верить церкви, потому что не блюет тайну... Не блю... Не блюдет. О, Господи. Ладно, выходит, я зашел в тупик. Я все понимаю, но тогда выходит, я зашел в тупик. Головорезы снова нападут, и я не смогу их остановить. Выше голову, парень, я, пожалуй, знаю, как себе помочь. Что? Если я открою те слова Любоши, я нарушу тайны исповедия, но завтра утром я пробую кое-что, что тебе должно помочь. Слово чести? Клянусь душой! Меня всегда интересовало, что священники говорят... Пасты, где, скажете, вы берете идеи для проповедей? Но Ужица не Прага. Тут недостаточно указывать людям, их надо и развлекать. Но если буду просто читать, им из Библии скоро придется... Хм... О чем же вы проповедуете? Проповедь должна быть на злобу дня. Должна порицать пороки и, конечно же, описывать их в подробностях. Сейчас очень хорошо идет отповедь про двух пап. И истории настоящей жизни с хорошей моралью народ тоже любит. Особенно про блуд и прочие скандальные пороки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Понятно все. Но вот в Праге недавно начал проповедовать священник Ян Гус. Народу он нравится. Говорят, всегда людей до отказа набивается. Мне один путник рассказывал, что проповедует Гус, и мне понравилось. Я подумал, тоже это проповедовать. Что же там такого прекрасного? Проповедь магистра Яна Гуса о нашей церкви. Прискорбная роскошь, о которой тонет церковь, обратилась в яд. И мало не все христианство отправлено им. Словно стая голодных воронов, слетелись они на эту землю, чтобы склевать все серебро и золото. Им неведома жалость. Их сердца отправлены жаждой богатства, они ищут выгоды во всем. Хочешь крестить ребенка? Плати. Хочешь воровать и убивать? Плати. И тебе отпустят грехи. Собирая деньги с бедных, они покупают тебе прекрасных скакунов и нанимают слух, чтобы жить. В ней они играют в кости, одевают своих шлюх в дорогие меха. Иисус Христос сходил по святу босиком, и ему нигде было преклонить голову. Вспомните о совести, вы грабите бедных, ибо видит вас Бог и народ его тоже. Аминь. Да, он прямо вон тот щик, этот янгус. Не сомневаюсь. Выпьем за это. Ох, отцы, давайте побыстрее будем пить, а... О чем это ты? Я совсем не такой. Госпроповедует против прилатов и священников. Я единственным в бедности и страдаю во всем, что их тревожит. Я пью вместе с ними и проклинаю жирных попов из монастыря. Ой, все, довольно о проповедях. Спасибо вам за проповедь, но на сегодня, пожалуй, достаточно уже... Уже довольно поздно. Что будете делать, отче? Как ты думаешь, выпьем, конечно? Эта мысль мне нравится. Я знал, что ты меня не подведешь. Получи новый уровень пьянства. Надо нам прокачать, ребят, у нас много, кстати, очков там. Сейчас. С батюшкой выпить-то, ну как? О-о-о. Субтитры создавал DimaTorzok Ну все, довольно. Рихтер, садите, выпейте с нами. Хватит злить меня, святой отец. Три часа уже как солнце зашло, все спать уже должны. И что? И то, что у вас всех прихожу выпороть и закрывать в колодке. А вот, святой отец, я напишу письмо епископу. Ага, тогда волонться нечем. Все знают, что писать тут умеет только я. Довольно вышвырнуть их. Блин, это было очень-очень круто, ребят. Это было очень круто. Подраться хотите? Индра, помоги-ка. Да ладно, мы сейчас будем драться. Вы серьезно, помоги. Блин, это... Давайте сначала часть прокачаем. Капец. Ты узнал, где позорный. Курва, курва! Ой, блин, ай! Так, сейчас мы поможем. Секунду я, слава богу, уже могу подраться. Хорошо так... Есть. Минус один. Так. Сейчас минус второй будет. Мы еще плюс спать хотим. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Святому отцу надо помочь. Вот этого главного. Капец. Ой. Ну жжо, милые мои, разве вам не хочется позволить колку в этом мигом? Я хочу, и Индра тоже хочет, правда, Индра? Богом, не дурить. Пусть говорят, что мне слово, что они мне сделают! Ты на частной территории. Блин, святой отец. Что мы делаем, собственно? С девками сейчас будем? О, Господи, святой... Пришли, взгляните, какой красавец. Вы что, разве можно? Кто запретит? Звони, девчуля. Чудесно. Боуан, чертов. А теперь, дорогие мои, вечер приходит в ночь. Да. Иди сюда. Вы видите, что там происходит? Святой отец оседовал свою кобылку. Что скажешь, Индра? Может, тоже покатаемся? А почему, собственно, черный кран? Какую он там еще кобылку осилит? Что-то нам нехорошо, по-моему. Отец Богута. Что ж, должен сказать, вечер удался на славу. Офигеть. То есть, получается, он с телками это делает. Блюет, пьет, дебоширит и... Богута, скотина, ты эдакая, вставай, слышишь? Вставайте, пьянчуги. Черт возьми. А где? Что? Ты кто такой? Индра, мой хороший друг. Даже не славно мы повеселились. Ну ты-то еще как славно, старый распутник. А теперь собирайся, давай. Дева у тебя на сегодня. В смысле, вода и еда. Но я бы на твоем месте поторопилась, пока паства живем не сожрала. Проклятие, голова. Ох, живот, мой бедный, больной живот. О чем это она говорит? Пока паства меня живем не сожрала. Это она про что? Что я забыл? Черт возьми, где я? Да чтоб тебя, что ж я забыл? Месса! Черт, я должен мессу отслужить. Надо отслужить мессу, ты должен мне помочь. Как? Вы же священник. Я в таком состоянии не могу. Ладно, помесса, но надо еще праповедь читать. Ох, вот беда-то, меня от церкви отлучат. Я, брат, помочь, но... Можешь, можешь прочитать за меня праповедь. Что ж, сначала звучит... Значит, я убийство расследую, которое никому не нужно. Потом спьяну всю деревню, ночью бужу. А теперь вы хотите, чтобы я им с кафедрой вещал? А теперь вы хотите, чтобы нас на костре сожгли? Нет, нет, все нормально. Допустим, ты подопечный пана Рацига учился в Праге и захотел поделиться с местными жителями. Да, слова магистра Яна Гуса. Чью проповедь ты недавно слышал? Слушай, Индра, мы вчера... Я так понял, хватили лишнего, и если... Рихтарша или еще кто на меня нажалуется, пископ с меня шкуру спустит. Так что ты уж сделай милость, перестань пялиться, как чучело, и помоги мне. Вы с ума сошли, рехнулись совсем. Вовсе нет, все продумано. План безупречный. Давай так, если ты мне поможешь, я тебе расскажу, кто был в дружках у Любыша. Почему он сразу это не сделал? Твою мать, получил новый... Блин, мне, кстати, дофига там очков получили. Надо будет потратить их. Сейчас, самое важное, конечно, это, чтобы игра сохранилась, потому что... Хорошо, но не обещаю, что справлюсь. Но я обещаю, что все получится, как задуманно. Это как раз понятно. Так что мне нужно будет сделать? Я пойду начну литургию, потом представляю тебя, зачем ты говоришь ту проповедь, которую я тебе вчера рассказывал, в корчме, и все. Блядь, это глаз. Боже правый, хорошо же, по рукам. Чудесно, тогда за дело. Блин, я один... Я один чуй перегар ихний, а. Ооо. Ой, как хорошо. А что у меня там 80 килограммов? Ну-ка давайте пища, отвар из календула. Вот что нам надо попить. Это что такое? Применить. Так, вот несколько питьевая водичка там. Хлебушек. Оп, и мы уже с вами на коне. Практически. Я говорю, что передумал. Да нет, нет, все, все нормально. Мне правда бы одеться, падре. Ой, минус два, минус два. Ой, блин, игрок. Так, погодите, доспех. Кужаные перчаточки. Пальцубьянки. Так. Хуй, да что ж такое-то? Прошу прощения. Ой, блин, он у нас потрепанный, капец. Все отлично. Ну, как отлично? Ну, нормально, в общем. Надеюсь, я не подведу вас. Так, отвар из календоу должен был. Ну, сейчас, сейчас все пройдет, ребят. Не ссыте. Да. Ой, блин. Тут уже народ-то собрался. Я уж думал, он не явится, он пьянчога. Ну, посмотри, на ногах еле держится после вчерашнего. Да ты с ним вчера пил, скотина. Вы гляньте, Матерь Божья. И того, что и глядит, стошнит. Не христи, я из-за вчерашнего глаз не сомкнул. Аминь. 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 братья и сестры кто-то из вас возможно уже имел честь познакомиться с Генри из Скалице вот здесь по воле пана Гануша для выяснения виновных в гнусном злодеянии в Нойхафе вы вероятно не знаете что Генри недавно был в Праге и милостью Божией смог попасть на проповедь магистра Яна Гусса из знаменитого пражского университета мне удалось убедить Генри выступить сегодня здесь и поведать вам услышанное ведь как вы вероятно знаете Ян Гусс очень знаменит в Праге своими проповедями и так Генри можешь Генри можешь начинать вот любопытно любопытно кого из них раньше стошнит нет 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 только не надо мне выбор давать нет пожалуйста нет ладно начать долгую пробую уверенно начинаю пробовать начать скромную проповедь здравствуйте братья и сестры мои во Христе я здесь чтобы рассказать вам о нашей церкви и показать вам как она погружается в пучину греха как никогда великая мать всех христиан теряет свое достоинство и торгует душами как торговцы в храме однако я отвлекся ну как же собралось проповедь блин я не помню не стоит верить верить церковь поскольку церковь не есть бог бог превыше всего а церковь лишь средство к спасению чего не желают слышать приваты он прав так как же мне сделать это нечестиво духовный пастырей приносит несчастье на нашу голову чума враги несправедливость голод и хаос пропавший урожай пожары наводнения и прочие бедствия да твою мать и все это из распутных да ё-моё они думают что грехи можно скрыть грошами продают это плохо ведь грех не искупишь серебром не очень тем помогла прага знаете о пьянстве грешить свойственно человек поговорить о грехе буда и какие грехи они живут с будницами держат любовниц а ведь допустимо лишь все эти между супругами с целью зачатия если кто-то берет мужчину или женщину лишь за тем чтобы насытить свою похоть кто соблазняет его на это если не сам сатана разве может обратить свое лицо к богу тот кто блудит и блудит уж нам ли не знать так и я блин вот так вот довольно о грехе на котором так любят проповедовать прилад и искупление которого не обещают если вы заплатите достаточно нашей церкви а если раскошелится сам дьявол епископы скажут нам что он тоже вознесется на небо что сами епископы они грешат не ведры скайния на деньги отобранные у бедных едут статных коней и толпы слуг чтобы жить они играют в кости и одевают своих любовниц и дорогие меха тогда как христоса агнец божий ходил босиком и негде ему было преклонить голову вспомните о совести вы гравите бедных ибо видит вас бог и народ его тоже произволь нам что у нас добрый отец багута он хотя бы человек простой и честный багуту критиковать распущенных священников но я обращаюсь со своими яна гэлса тот кто знает много пусть говорит много тот кто знает мало пусть говорит мало пусть каждый говорит столько сколько он знает тот же кто нет ничего не знает пусть по меньшей мере научит ближнего своего добродетели подавая ему хороший пример воздерживаясь от игры в кости от блуда касается священников и вас братья и сестры и это его заключение это все что я слышал в праге аминь аминь блять мы провалились походу я не знаю что сейчас будет но ну блин мы как бы ну так ну типа у вас совсем стыда нет шуты вы этаке я обо всем епископу напишу стыд и срам чистое богохульство ты можешь поверить священники являются в качу пьяными в стельку блять я его подставил ну что уговор на стиле надеваешься поглянься я бы хуже не сделал даже если бы стошнил меня наутарь я же не проповедник ну серьезно после всего что я после чего после того как ты к чертям провалил мою проповедь твою мать да вы серьезно вы серьезно вы на полном серьезе после вот этого всего мы 17 опа не исправедим давайте загрузимся ну чё делать то блин надо надо выступить нормально вот что я скажу сейчас погнали не а чё за фигня то блин вперед надо надо выступить ребят нормально потому что ну это что за капец какой то ой 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 тихо 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 игрок навыки усиления сумма так пища давайте ой да блин питьевая водичка хлебушек шнапс у нас также есть блин а у нас шнапс это так то ща мы прочтем не ссыте ребят все знаю как делать боже мой я очень нуждаюсь во сне так это мы все пропускаем так уверенно начинай проповедь братья и сестры перейду я сразу к делу я хочу рассказать вам о церкви и о том как она прогнила отчаянный майлой не стоит верить церковь поскольку церковь не есть бог бог превыше всего а церковь лишь средство к спасению чего не желают слышать он прав так суровым тонн это нечестивый из духовных пастерей приносит несчастье на нашу голову чума половцы голод и хаос нечестивый богатство которого утопает церковь когда собаки дерутся за кости от ними у них кости они перестанут в общем счет позором позор так это мы говорили ребят суровый тонн так так бог видит что происходит вместе с этим так так все отлично отлично ребятки идеально идеально мы закончили только что они скажут сейчас на этот раз и каратышка хорошо выступил учитывая в каком он состоянии он прав этот гус ну что конечно зря столько пьет но зато господь дал ему красновечие верно верно я рад что он сюда пришел это вряд ли когда в прагу попаду да да мой мальчик у тебя талант отрицать не могу ты меня здорово выручил я почти все запорол я заметил не только я ну так что ж теперь как-нибудь это возмещу что насчет нашего уговора хоть это и грех как и чревоугодие и блуд бог прощает кающегося так что он сказал хромой любош был он в тот день в Нойхофе с кем он был и где они сейчас оно потише уж прости но такого не рассказывал не вздумайте меня подвезти я вон сколько за вас вынес ну любош ко мне пришел вскоре после того как все случилось его мучила совесть должен сказать он в итоге оказался лучше чем можно подумать он сказал что их нанял на дело какой-то приятель сначала думали что просто украдут лошадей но потом все пошло наперекосяк и дошло уже до убийств ни он ни друзья этого не хотели поэтому они поссорились с остальной шайкой и сбежали поссорились? да в лесу это кое что объясняет любош все бормотал что он мол не убийца что он не хотел и так я знаю что любош прикончил убийцу и сам теперь тоже мертв беда в том что мне нужно найти других тех кто еще жив нужно знать кто они и где они он упоминал о сообщниках? только клички он еще упоминал о неких вонючке из ледечка святоша из пету святоша видимо такой же святоша как и я сегодня чепуха из тебя бы вышел прекрасный священник уж как-нибудь с твоими ты талантами ты отыщешь эту вонючку что же тебе придется больше то особых зацепок нет будем надеяться что хоть его не прибили к стенке будем не хотелось бы мне поступать рискованно что же удача береги себя это явно народ непростой а мне с тобой еще хотелось бы как-нибудь упротянуть кружечку постараюсь хотя вряд ли выживу если снова с вами кутить стану и если кто спросит я ничего тебе не говорил я буду все отрицать в этом не сомневаюсь да уж ну слушайте вот так вот да нормально а то капец мы его подвели ну ладно хорошо теперь игра сохранена ну что ж друзья на этом мы пока что закончим но это было вообще супер это было супер 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 на этом все бай бай дорогие друзья